приглашаем на увлекательные прогулки по рекам и каналам петербурга только сегодня только сейчас вы увидите кто здесь главный пиратататам хотелось бы вот вам о чем сказать в этом своем блоге который я немножко подзабросил но вот к нему да ладно я уж спрыгнул пусть стоят туристы все для туристов наслаждайтесь молодой человек этими прекрасными видами ну я к тому что во-первых я же не всегда хожу со страусинами перьями в заднице да иногда бывает прилично одетый молодой человек или не молодой человек точнее уже абсолютно и бесповоротно вот буквально только что мы проходили здесь и мой коллега вещал эту байку про петра телушкина вот про это все как он залез на шпиль починил ему соответственно потом выжгли клеймо а вот проект который мы здесь снимаем будет подкаст который я говорю что это одна из вещей запрещенных признать произношению на этой территории потому что научных сотрудников от нее просто выколбашивает выбешивает так вот буквально такие немножко сумбурные но тем не менее мысли о том с чем вы сталкиваетесь когда работаете гидом ну во-первых надо сказать что изначально исторически почему-то так получилось что гид и экскурсовод это разные понятия экскурсовод это человек который водит экскурсии для русскоязычной публики а гид это типа такой сопровождающий при иностранцах я это выяснил с удивлением не так давно я себя всегда называл гидом потому что по мне так сказать что то что второе никакой разницы не не имеет и сейчас насколько я понимаю законодательно это дело приравняли я раньше иногда даже завидовал своим коллегам которые ну в бытность когда это было позволительно водили иностранных туристов в частности американцев то есть выучиваешь не знаю 15-20 каких-то там маршрутов и все и как бы ты годами вот гоняешь у себя в башке то есть принципе им можно вот на глаза нацепить повязку и она они зайдут в большой дворе с петергофе и проведут вас там спокойно вслепую потому что они там уже просто вот каждый сантиметрик выучили и мне надо думать больше ни о чем кроме как вот чтобы там не растерять своих туристов чтобы это там бабка которая на ладом дышит чтобы она коньки тут не бросила и чтобы на вопрос ты понимал что сейчас они пойдут за твой вот и будешь там стоять там дай бог минут 15 минимум вот и об этом она думает а отнюдь не о том значит какие картины кто здесь жил тем более для них что кассирин за секунду кафедра фест это все едино в принципе кстати для некоторых туристов из нашей страны примерно такая же ситуация в моем случае когда ты водишь даже одни и те же туры ты постоянно вынужден быть включенным с аудитории потому что ты должен с ней коммуницировать ты должен ее троллить я это люблю я люблю когда меня троллит в ответ и это на самом деле очень энергозатратный процесс то есть это кажется я с этим сталкиваюсь постоянно к со стороны кажется что ты ходишь что-то там трещишь там тролля-ля три рубля какие-то факты познаешь из башки случайный достаешь выстроен все это почему-то до выстраивается в нормальную логическую картину но мол подумаешь а вообще вот если допустим провести у меня таких где моих экскурсий подряд то я могу прийти домой и просто лечь и как будто плашмя и лежать со стороны это незаметно я не плачусь я только поймете правильно отнюдь мне вообще грех жаловаться в нынешней ситуации я просто ну рассказываю не некую изнанку этого всего и реально иногда заканчиваются слова ну просто вот они просто заканчиваются элементарные слова ты ходишь рассказываешь особенно по тем маршрутам по которым ты водил уже миллион раз но как бы ты забываешь там фамилии даты и все остальное не говоря уже элементарные элементарные русские термины и поэтому когда вот ну я просто к чему это все говорю потому что сейчас идет такой очень устойчивый тренд на то чтобы очень много людей очень хотят стать там гидами и прочим и меня уже не первый год просят начать проводить какие-то там мастер-классы открыть школу бла-бла-бла возможно это сделаю виде вебинаров потому что на всех курсах на всех поголовных курсах что русскоязычных что там гидов-переводчиков учат как правило в основном какую информацию рассказывать это основной пласт тех знаний которые вам дается по мне так на самом деле информацию можете самостоятельно найти вопрос там как искать информацию какая она должна быть вообще ну то есть воспитывать себе чувство информации я это чувство информации приобрел исключительно работая журналистике главного редактором а потом соответственно интернет рекламе то есть я как бы вот это в себе сформировал и наверное именно поэтому все что я рассказываю там большинство людей которые ко мне ходят их это не только устраивает им это нравится а вот это почему никто не дает никто не рассказывает про работу с негативом про личный брендинг про то как тебе поступать если тебе нужно подготовить новый маршрут а у тебя там запасе два дня а тебе надо прочитать там пять книг посмотреть три документальных фильма еще что-нибудь что-нибудь что 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 в этом случае делать на самом деле есть методика и вполне возможно что я когда-нибудь об этом и расскажу вот но нет как бы таких на эти методичек типа экскурсии по проходным дворам более того я хочу сказать что если бы ну вот я там сейчас пришел там на лицензирование опять же сюда же да куда я когда-то ходил не или там получать вообще городскую аккредитацию то конечно же мне бы там задавали какие-то там вот вопросы из серии там когда кто и так далее и так далее а если бы я задал вопрос а как вот провести людей по местам достоевского именно до местам достоевского да вот по этим дворам закоулкам боюсь что даже самые маститые профессионалы при всем моем респекте к ним и уважение с этим не справились бы и это для меня большая проблема потому что меня очень часто спрашивают ну когда я занят или когда я не хочу я очень редко вожу индивидуальные туры значит можете вы кого-то посоветовать а мне некого советовать ну просто дупо некого вот единственно сейчас кто на подхвате это известного марина гид шляпе просто потому что она мне помогает и по моим маршрутам ходят не пойдем дальше потому что там и там будет шумно самом деле вот кстати хочу сказать сегодня буквально заметили оказывается вы прикиньте я этого не знал раньше это заяц копилка то есть вот тут есть такая прорезь вам уже соточку закинуть вот и чтобы вас немножечко развлечь и все такое прочее хочу рассказать несколько историй которые вот были в моей жизни но такие вот байки не байки все такое прочее значит история 1 вот к вопросу о том кого позвать у меня просто был случай когда я лежал пластом и мне позвонили там люди которые очень хотели с курсу именно от меня по рекам и каналам петербурга на что я уже водил и там все были в восторге я сказал нет они говорят эти заплатим вообще ни за какие деньги а вот я лежу и свою жопу от дивана не оторву ни за как ни за что но я дал вам свою знакомую там ну коллегу я не видел ее в деле но я сказать был в курсе что она вроде окей и они мне позволили нас еще не сказали перец слушай мы ее высадили возле медного всадника ну вообще не алло и я был крайне поражен потому что на мой взгляд мне казалось что она ну такая вот ну норм то есть она понимает что такой простые народ и что им надо рассказать что мне надо рассказывать да и вот у меня был заказ тут у меня разные бывают заказы я не вожу индивидуальные туры просто потому что еще огромное количество работы помимо этого я пишу книжку и не одну и вот там всякие проекты мы снимаем и так далее и поэтому у меня индивидуально тура стоит дорого и я общаюсь абсолютно по этому поводу не комплексую потому что ну вот как бы не хотите дорого платить пожалуйста по 1000 рублей сноса приходить в наше время это уже даже не те какие-то зашкварные катастрофические деньги если вы хотите чтобы я как бы ради вас что-то сделал ну и сорян вот мой прайс нет 15 тысяч гидов только в группе у нас любого выбирайте там они с удовольствием согласятся значит экскурсия у меня днем как сейчас помню на нарвской после этого у меня частный тур на час буквально и мне звонят сначала пишут говорят типа павел вот хотим я выставляю прайс не гранатого готов до этого там на два часа больше не готов и они мне предлагают в общем там за все про все там по пару часов до и еще там два-три часа после в общем сто двадцать пять тысяч рублей для меня это очень хорошие большие деньги но я чё я он же согласится я не люблю с утра вообще никуда ездить и прочее и идет какой-то разговор что типа там но только вот нам все про бизнес то все пятое десятое а вот вы можете буквально там накануне можете приехать за час игру зачем за час ну там обговорить игр так вот мы сейчас с вами по телефону общаемся чего оговаривать не говорю нет наверное я приеду я сижу сестра резки все мы на встрече в по-моему в 11 утра она говорит вы можете приехать на час раньше как бы мы же договорились ваш мне промыли все мозги что у вас человек бизнес и что соответственно он должен соблюдать какие-то договоренности я свои договоренности соблюдаю пусть он тоже этим занимается ну ладно окей хотя приехал раньше в общем сидим три охранника выходит его значит личная ассистентка очень красивая девушка очень адекватная милая с которыми общаюсь мы с ней поговорили она мне все рассказал я уже я понимаю что зачем потому что я этих людей знал и по журналистике по своим экскурсионным делам и так далее в общем выходит хрен с двумя какими-то барышнями как выяснилось одна из них я ему же до этого делал частной экскурсии вот он такой понимаете ну я не знаю ну как бы не хочу не никакое суждение выносить ну такой у тырок понимаете и он сразу мне что-то про украину какие-то вопросы начал задавать вообще я и понимаю к чему это зачем это и и и и и и и куда вот и мы выходим и с этими тремя охранниками я вдруг осознаю что все что я ему говорю ему абсолютно интересно то есть он мне говорит ну а где лучший ресторан в городе я говорю в смысле лучший ресторан лучший ресторан то понятие растяжимое что самый вкусный самый дорогой то есть что как почему вот он говорит не ничего ты не знаешь я говорю окей хорошо я ничего не знаю в общем мы гуляем с ним буквально там час по невскому проспекту пойдем туда выйдем на набережную отсюда гуляем буквально час по невскому проспекту я там провел по дворам в итоге завел в петеркирхе показал что тут ему был бассейн и это вроде как заинтересовал и тут он говорит слушай подождите буквально секунду мы вернемся все а я на эту беду честно очень хотел уже к тому моменту в туалет я напился соответственно вот видите актуалочка я напился там чаю я говорю ну и ладно и в общем он ушел и через пять минут у меня ассистентка пишет как бы павел ну они растут все они свалили я уже тогда подумал ну то есть а почему нельзя было мне сказать открыто ладно я думаю сейчас вернусь они в авельберге жили это один из самых понтовидших отелей у нас в городе отдам деньги и уеду все я приехал и деньги отдавать не надо это был какой-то самый потрясающий заработка моей жизни но я и честно сказал но игорь слушай мне это все равно я за тебя переживаю потому что ну как бы я-то чё пошел тебе может прилетит гордая уже два года работы я к этому привыкла игра почему нельзя было мне вот ну вот ну как бы вот он такой весь из себя крутой почему нельзя мне было в лицо сказать слушай чувак ну не канает абсолютно не канает сорян как бы мы ушли почему надо было так это обставлять подожди мы вернемся но что это вот это сразу как бы характеристика этого человека и тут я подумал ну хорошо а если не я а если не я то кто потому что ты знаешь чтобы вы понимали было такое вот москве есть красная площадь и патрики вот красная площадь нам нужно нужно патрики я бывал на патриках я там жил даже у зрителей моего канала там квартира я два раза там пребывал я просто лишь такой патрики как бы ну и вуаля и я понимаю что не его бы никто не удовлетворил да то есть вот даже с таким ты приходишь сталкиваться поэтому я вот индивидуальные туры не очень люблю потому что всегда ход в мешке на самом деле но бывают и положительные моменты один раз я вез как помню сейчас замечательных мужиков из хабаровского у них были знаете такие туры вслед за своей команды хоккейные и они в петербурге соответственно меня налили зима мы еще на своей предыдущей машине который меня потом угнали а там было автоматическое включение фар которому я привык и ты едешь она иногда не включается и я поворачиваю соответственно на фонтанку мы едем мимо инженерного замка меня тормозит вдруг сотрудники бдд я к этому вообще я про это уже вообще забыл думать потому что но сейчас очень редко не тормозят ну я все я спокойно мы отдаю документом говорит у вас фары выключены я говорю ну что говорите что мне надо делать а еще он говорит ой а сейчас страховка просрочена а я привык что когда страховка заканчивается тебе страховщики сами звонят но поскольку во всех компаниях есть люди которым деньги не нужны мне почему-то не позвонили я давай упс извините говорит а куда едете что делаете да вот гостей везу я гид показываю город и он посмотрел на меня говорит ну езжайте отпустил я такой думаю ну то есть я просто вспоминаю опять-таки истории с 90-х да где тебя вот не знаю почему без шапки до 500 рублей но самый эпический случай случился со мной в москве значит у меня экскурсия на она стартует от хитровки я живу на на набережной водоотводного канала которые обводным называю по старой памяти а зерковская набережная я в принципе там уже все знаю да и как бы я в этот раз велосипедов без своего я знаю что мне надо взять каршеринг который там всегда стоит и поехать через мост и все там пять минут я знаю что там всегда гайцы стоят ехать но я их видел ну и нормально что мне переживает и вот я еду все поворачиваю мне тормозит ну там добрый день я говорю да добрый день все я понимаю что я права не взял они меня в питере остались у меня так собой паспорт я просто я пахала я просто и ну я никакой ситуации не не было я не знаю какие там санкции штрафные что мне будет но я точно знаю что я время абсолютно точно потеряю а там меня ждет там 50 хреном человек я говорю слушайте вот у меня паспорт права забыл он не начинает задавать какие-то вопросы типа когда получили игр но еще в 2003 году он горит а пили я города я в принципе практически не пью вот она меня смотрит и говорит о чем занимаетесь я говорю я гид вот еду мне экскурсия от хитровки и он говорит наезжайте и отпустил вот тут я хочу сказать а я реально офигел ну то есть возможно сыграл вот этот психологический фактор потому что человек видишь что ну ну я адекватный как бы я не я не ерзаю на стуле на сиденье я там не хамлю не грублю там не ничего честно ему рассказываю как дело обстоит когда ехал обратно я уже естественно я взял этот велик в прокат и я еду и вижу что он стоит а я нашел у себя в почте свои права отфотографированы я же даже хотел остановиться показать что я вас не обманул хоть у меня есть но как бы но вот поэтому бывает и такое на самом деле и последнее вот о чем я хочу сказать и так крайне больная тема которая тут касался в ряде постов очень часто в петербурге вот здесь где в принципе все меняется к лучшему я это вижу особенно там с 90-х с нулевых я например живу в доме где в новом доме относительно где все друг с другом здороваются меня это крайне радует все очень приветливые но очень часто ты сталкиваешься ситуации когда ты заходишь это даже есть у меня на видео к заходишь какой двор и там у тебя начинают орать буквально недавно у нас такая ситуация была очередной раз и я об этом иногда пишу сра провожу параллели соединенных штатами америки и конечно же русский человек это человек для которого очень обидно и больно когда он подвергается критике и не хочет это признавать я по себе это зная это я просто это это пережил своей жизни где-то у меня было лет 15 назад такая вещь когда все что мне говорили вот вы такие сики города это все все в раке такого не бывает это все мы придумали все пропаганда вот но тут ты сталкиваешься с проблемой вот этой сарказм не для россии россии для грустных вот это вот все то есть я люблю жесткий троллинг я его обожаю я когда работал там интернет-агентстве я очень часто приезжал просто пообедать вот с своими коллегами потому что у меня есть макс катков прекрасный которые вот меня просто вот самое говнище любит опускать но делает это очень круто понимаете большинство россиян к этому не готовы и поэтому конечно же когда я ну иногда так по-доброму но провоцирую каких-то людей на какие-то там действия ответы я жду от них может каких-то рассказов как это у нас был один раз москве вышел человек в самом центре и говорит а хотите я спроведу во двор он открыл там какую-то старую котельную туда часть моей группы зашли я подумал вот это обалдеть вот это круто ну то есть вот вот такого ты ждешь но такого ты встречаешь на самом деле крайне редко в основном это типа чего пришли за что вам тут надо так далее в основном это такие знаете тетеньки употребляющее слово сейчас милицию вызову и конечно тебе не очень приятно в этих случаях становится перед своими экскурсантами потому что очень много приезжих они приехали в культурную столицу не нужно думать то что я показываю если вдруг какие-то ссанные углы то я пытаюсь представить свой город в негативном ключе нет во первых я показываю не только ссанные углы мне даже здесь есть экскурсии которые начинаются там заканчиваются в проходных дворах но тем не менее карапавловскую крепость мы проходим это кстати идеально проводить вечером потому что здесь более разряженная атмосфера вот и что меня просто поражает то что народ он это воспринимает как будто желание очернить мою собственную страну я у меня нет ни малейшего желания этого сделать я свою страну знаю ну если не все то много я знаю хорошие черты я знаю плохие черты я знаю какие хорошие черты есть у русского и народа или у россиянина и какие у нее есть отрицательные черты но мне кажется что пока мы не станем вот добрее милосерднее к друг другу и особенно к гостям города мало что поменяется у нас здесь пашки ибо я сам нахожусь такой же ситуации у меня одна из моих площадей находится в доме старых процентчиц это один из самых туристически посещаемых объектов и там долгое время был открыт один подъезд мой подъезд и соответственно ну меня попросили как бы в семье чтобы я повесил туда кодовый замок потому что на самом последнем этаже квартиры и там бомжи и алкаши и все такое прочее я не хотел этого делать потому что мнение я пару раз людей заводил в квартиру вот они приходят с этими горячими глазами а достоевские алена ивановна троллейго хотите квартиру посмотрите конечно конечно мне не жалко я знаю что на втором этаже и там сидит такая барышня которая на всех орёт и все я поставил кодовый замок ну и сказал коллегам что если надо в одном из видео вы мне пожалуйста пишите звоните за буду дом я открою вот мне звонит пишет один из коллег говорит с павел а вы там игры нет вам откроют все открывает и он мне потом пишет но все было нормально единственно нас наорали дело в том что люди получили этот кодовый замок бесплатно ключи им всем видом бесплатно да вы же понимаете что такую странить кодовый замок ну попробуйте да это ж надо со всеми договориться да получать это ж не просто ты не можешь просто сам это сделать тебе нужно со всех жителей получить согласие да что они не против и т.д. и т.п. не все бывают дома и кто-то вообще там не живет и сдает и так далее то есть за тебя все сделали но народ не может отличить закладочника или бомжа или там человека который зашел поссать от как бы туристической группы которая ничего плохого тебе не хочет она хочет тебе только хорошего и на самом деле шлет лучи добра и позитива и почему так нужно себя вести я вот скажу честно не могу ответить на этот вопрос ну вот это вот такой вот у меня спич немножко спонтанно не поделился с вами своими так сказать как у шмелёва в романе радостями и горестями хочу напомнить что экскурсии у нас идут по пятницам вечером субботу и воскресенье днем возможно еще в четверг вечером будут вот например завтра у меня лекция но вы скорее всего об этом не знаете потому что этот блок выйдет после книжки мои продаются вообще активнейшим образом да есть у меня и путеводитель по невскому невский с перцем авторский и книга про первое время русской и японской войны и сейчас крайне актуальная книга остров социальный роман корень поэтому на этом все если вы хотите попробовать себя в области так сказать все гидство экскурсоводство можете мне предварительно писать если я по осени затею эту серию вебинаров я вам дам знать на этом распрощаемся с вами был гид павел перец увидимся пока